Музыка Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Поведите и удовольствием, с вами Музыка, настрали! Офинатные лица, известные спортсмены, сегодня 13 августа. На футбольном поле спортивного комплекса «Амгимо» пройдет международный матч между любительскими сборными России и Узбекистана. Летят года, но боль не утихает. Печаль моя взлетела выше гор. На перелете птицы погибают, погибнет и в полете гордый Пахтагор. За горизонт ушли родные лица, за горизонт земного бытия. Но Пахтагор мне продолжает сниться, как будто в том полете был и я. Остались в небе ангелы футбола, и шелест крыл, я слышу, что здесь бур. Кудесники, мяча и гола. Как я любил тот прежний Пахтагор. Футбол в Советском Союзе всегда был больше, чем футбол. А футболисты в те времена играли в первую очередь за престиж, за свою республику. И право носить гордое звание чемпиона. За это их любили и уважали болельщики. Любили как национальных героев. Чемпионат Советского Союза 1979 года прошлого века. Узбекский Пахтагор начал успешно, одержав на старте турнира несколько знаковых побед. И сыграв московским протоколом со счетом 1-1. Сплав опыта и молодости, гроза авторитетов. Такими скипитетами Пахтагор награждали футбольные специалисты игроков. Казалось, что впереди у команды светлое будущее. Однако трагедия, произошедшая в августе 1979 года, разделила историю клуба на то и после. 11 августа 1979 года в небе над городом Днепр-Дзержинском произошла самая страшная катастрофа в истории советской афиации Ивусу. В тот день команды из Микстана отправилась на мяч с минской динамой. В оберту самолета Т-134А, который проснулся на маршруту Ташком, Минск, находилось 74 человека, среди которых было сильнейшее представление футбольного куба такого. В небе над Днепр-Дзержинском самолета столкнулся с другими Т-134А, которые вылетел из Славинска в Кишунов с 88 пассажирами и 60 членами экипажа. В авиакатастрофе не выжил никто. Продюба ташкентской команды оставила большой след в сердцах жителей Советского Союза и вызывая дозанность по всему миру. Пахтагор обронил в будущем борьбу с границей советского футбола, что жизнь крепкого коллектива оборвала их память. Разрешите любительский матч спорных России и Микстана, посвященный памяти футбольного клуба Пахтагор и всех жертв авиакатастрофы на Днепр-Дзержинском считать открытым. Пахтагор обронил в будущем борьбу с границей советского футбола, членами экипажа на Днепр-Дзержинском считать открытым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте всегда будем помнить имена жертв авиакатастрофы в небе над Днепродержинском и игроков футбольной команды Пахтагор, ушедших в бессмертие. Вратарь Сергей Покатимов, защитник Николай Куликов, защитник Алым Аширов, защитник Равиль Агишин, защитник Юрий Загуменко, полузащитник Михаил Анатольевич, полузащитник Константин Покатов, полузащитник Александр Корченов, полузащитник Владимир Макаров, нападающий Виктор Чуркин, нападающий Сирожиттин Базаров, нападающий Шукрат Ишбутаев, нападающий Владимир Савиров, нападающий Владимир Федоров, тренер Идгай Тазитдинов, врач команды Владимир Чуваков и администратор команды Мамсур Талибжан. Прошу почтить минуты молчания. Слово для приветствия Кудайбердееву Небрагиму Хедировичу, эксперту Совета День всей России, председателю Всероссийского Конгресса Успехов и Узбекистанцев, председателю Федерации Кураж России. Патриоты из Кыргызстана, Россия и наша союзность Кыргызстана, которые прилетели из Кыргызстана, из двух регионов насильских дараций, почти парни, по местным и местным путешествиям наших попринестков. Это была самая лучшая команда, которая покорна и Узбекистана Саввезда. Мы рады тем, что, несмотря на то, что стали независимыми, мы все сторонники соединения общечеловеческих ценностей. Огромное спасибо, коллеги, всем тем, что мы все это собрались. Ярки по нам, я думаю, что мы едут в традицию, которая досталась нам, от наших предков, от наших родителей. Мы его сохраним на долгие-долгие годы, чтобы это было уроком для подрастающего поколения и футболистов, и любителей спорта, для укрепления международного согласия и в России, и в других странах союзников. Всем огромное спасибо. Очень приятно находиться среди вас, со многими ребятами, я должен с вами играть, в том, 78-го года, и в сборной, и против. Конечно, это страшно делать, когда столько молодых людей погибают в авиакатастрофе. Но еще спасибо хочу сказать, что вы все помните и собираетесь каждый год здесь, в Узбекистане. Многие прилетают из разных стран. И встречаемся, мы радуемся друг другу. Я думаю, что они видят нас и идут играть за это. Еще раз ждем физкультурника сегодня. Давайте, вот наши физкультурники здесь стоят, а вы нас придержите. Спасибо. Я искренне хочу благодарить за то, что я стою на этом поле среди вас. И хочу рассказать несколько слов о своем муже. Мой муж, Шкалай Куликов, очень любил футбол. Он говорил, что играем в любимую игру и еще на это получаем деньги. Он всегда, даже в отпуск, когда был дома, всегда собирал ребят, друзей. И никогда не принял на звание, и всегда у него сыграл в свой любимый футбол. В Ташкет мы переехали. Значит, в Ташкет мы переехали. А потом, когда Борис Федеринок его перевел, пригласил в Егер. А потом, когда мы зайдем, что тогда Федеринок забрали футбол, он сразу забрал полю. Так вот полю, но не любил. И считал его хорошим, талантливым футболистом. И мы переехали к Кашкенту, нам дали квартиру к Кашкенту. На все шеи двухкомнатные. Там раньше жили Кашкенов. У меня было двое детей, и они через трюк комнатную мы здесь жили. Вот в этой двухкомнатной квартире. Наш дом был спортивный. И в нашем доме жил Иванков Александр, Филатов Владимир. Христики жили в нашем доме. Тренер по футболу. Ададий Натальевич, Граилов. Мы очень дружно был дом, очень хорошо и весело жили. И вот сейчас это страшное. Искренне говоря, очень страшная трагедия. Очень больно было все это осознавать. И вот даже сейчас у меня дрожит голос. Всегда верить во мне, мне пожелаю на эту тему. И я очень благодарна вам, что вы помните, что каждый год собираетесь. Всего такой же турнир проходит еще в городе Кушкина по Санкт-Петербургу. Российский терпитет. Сегодня будет хороший, жаркий, вальчик. Ну а всем всем поздравим с этим днем. Все организаторы в Санкт-Петербурге будут побольше таких матчей. Слово не меняет. И с одним из историй вовремя мы будем в награде не страдать. А я думаю, что я понравил великого на все время. Поэтому хорошая шутка, хорошая шутка. Я выполняю поручение Расика Нишанова. Поприветствуйте во всех на этом, ну, в общем, грустном, конечно, мероприятии. Правда? Когда вспоминаешь об этой трагедии, то слезы наворачиваются довольно на глазах. Легендарная была совершенно команда. А название какое? Как оно звучит? Бахтахор. Просто как гром перекатывается на небе. Эти трагедии, которые уносят одновременно десятки, а то и сотни людей, это, конечно, жуткое дело, но совершенно ужасно, когда одновременно уходят несколько десятков талантливых молодых ребят, которых любили не только поклонники футбола, любили практически всем Советским Союзом, потому что команда была великолепной. И вот что хотел брать Брюшанович еще это передать, он просил передать соболезнования всем близким, что здесь находится сейчас, погибших команд. Тем спортсменам, которые сегодня наполеют, я, во-первых, выражаю благодарность и от имени Рафика Нишановича тоже, а во-вторых, ну, желаю, чтобы матч был красивый, чтобы он был честный, чтобы он был мягкий, зрелищий. И давайте сделаем так, чтобы наше сражение, наше противостояние происходили на спортивных все-таки аренах, за то, чтобы у нас все-таки было взаимопонимание и был мир. Рафик Нишанович, кстати, посвятил довольно много времени своем. У него было прозвище такое, оно может выглядеть может быть даже кто-то бы обиделся. Его называли лично Раник Горбачкова, подразумевая Раник как автомобиль Гроссмор. Почему это было? Это понятно почему. Потому что Михаил Сергеевич в то время, когда Раник Вишанович возглавлял Совет Национальности здесь заседая в Москве в Верховном Совете. надо сказать вообще боролся за то, чтобы наша страна великая, Советский Союз сохранился. И Раник Вишанович в этом очень помогал. Они были очень близкими единомышленниками. Но к сожалению это не получится. Василий Хадибараник. письмо написано на греческом авиакатастрофе. Это событие перевернуло жизнь, и в восемь день памяти остаются эти 14 дорогих и близких, замечательных, талантливых, перспективных футболистов. Мы надеемся, что любовь, гордость и светлая память о любимой команде будет с нами всегда. Большое вам спасибо. И второе еще шестивое, тоже от Василиса Хадзипанакиса. Я счастливейший человек. У меня две родины. Родина у человека, как говорят на Востоке, там, где у него упала первая капелька крови. И всегда я очень счастлив, что вот именно родина у меня в Узбекистане, где я родился, и родина, где я сейчас живу, в Греции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И я участница, ветеран «Братские славы». А медаль я получила за песню «Алганов». Это песня, которая посвящена алганцам. Вторая медаль у меня за участие в мероприятиях, благотворительных делах. Третий медаль, что я почетные гости. Но самое вот это, это за медицинскую помощь, оказание помощи населению нуждающим в помощи. Я родилась в Ашкенте. Моя мама москвичка. И она умерла, когда мне было 11 лет. И мой отец меня отправил в Москву к дяде, дяде Васе, чтобы я провела лето. Получилось, что я оказалась в квартире одна, потому что он своих девочек, моих ровесниц, дочек, моих сестер, отправил в Сочи. А я была в квартире одна. И вдруг однажды, помню, я не разрешал никуда выходить дядя. Он уезжал на работу в 7 утра, возвращался в 9 вечера. И однажды я стояла на балконе, смотрела на пророжек. И вдруг слышу музыку. Такое очень громко играет музыка. Песня «Телефон» «Паллада Бульмилан Грида». Это очень модная была музыка. Я поднимаю глаза, и там парень висит вот так на балконе, буквально вот балкона, и на меня смотрит. Это был Коля. Они жили на 5-м этаже, а мои родственники на 3-м этаже, в Солнцево. Вот так мы познакомились. Потом, когда мои сестренки приехали, мы общались вместе. У меня стояли обороты, играли в футбол. И так продолжалось, пока мы школу не окончили. То есть я каждый год уже просилась родителей, бабу, чтобы он меня отправил в Москву на все лето. И вот мы там дружили. А потом, когда школа закончилась, я поступила в институт, и Коля тоже. Мы как-то немножко потерялись. А до этого писали друг другу отчетку, поздравлялись с праздником. И вдруг однажды, уже Коля служила армией, он служил таманской девициной. Мы встретились. Очень интересно. Я шла домой в Ташкенте. И вдруг идет парень, но очень похожий на Колю. С другом. И думаю, надо же, как похожий. Но он так размужал после армии. По-другому выглядело. Еще улыбается. Я немножко засмущалась. Отвернулась. И когда мы поравнялись, он говорит, ты меня не узнаешь? Я посмотрела. Коля, что ты тут делаешь? Ты что здесь делаешь? Он говорит, меня пригласили играть в махи. Я остановилась в гостинице Сай-Ахат. И у меня есть вещи теплые. Из Москвы приехал. Это было 3 мая 1974 года. И он говорит, можно я эти вещи оставлю? А Николай был какого года рождения? 53-го. 53-го. Да, он был ровесник. Он апрельский, а я сентябрьский. Ну, прекрасно. Один год. Ну, я пригласил его домой познакомил с отцом. У нас свой дом был на улице Хасанбаева в Кашкете. Сад огромный. Дом большой. Много полный. Там полфутбольная команда можно было разместить. Ему очень понравилась у нас. И потом мы стали с ним тружить, встречаться. И в конце сезона, когда закончился сезон, мы поженились. Свадьбу играли в Москве. В гостинице Москва в мраморном здании. Но потом вернулись. И так получилось, что его, да, и Борисович забрал фактокор. А с Олегом Петровичем Базилевичем, кстати, вы были знакомы, нет? Да, конечно. Ну, вот расскажите про Базилевича, собственно, каким он вам запомнился. Мужчина худощавый, строгий. Строгий, стройный. Очень такой внимательный. Ну, мало общалась, но очень хорошее впечатление от такого. Представитель, ну, если так можно выразиться, от солнечного Туркменистана. В настоящее время я проживаю в Тульской области, в городе Тула. Очень плотно сотрудничаю с Российским конгрессом узбеков и узбекистанцев. Тульской областной правозащитной организацией Азиатское Содружество. Заведую там отделом культуры. Сегодня был приглашен в качестве ведущего на матч памяти, посвященный команде автокор. Мне знакома Средняя Азия. Я там долго прожил. Я родился в Ашкабаде. Ну, как вы расцениваете нынешнюю обстановку в Ашкабаде? Нормально расцениваю. Нормально? Ну, собственно, визовый режим для граждан России. Ну, визовый режим для граждан России меня как-то не особо интересует, потому что у меня два гражданства. Поэтому для меня это... Да, визовый режим, но это на усмотрение уже руководства, республики. Я думаю, что сейчас он будет более помягче. С приходом нового президента, то есть когда стал новый президент сейчас. Я думаю, что будут какие-то послабления, потому что в Туркменистане есть что посмотреть. Там есть что показать. Конечно, это не такие мировые центры, как Самаркан, Бухара, допустим. Но, тем не менее, там тоже есть очень знаменитые, особенно археологические памятники. Возьмите корову. Да, давайте две команды вместе. Вот, теперь можно в свободное. И вот этот краешек займите, пожалуйста. Показывайте рукой, куда смотреть сначала. Вот сюда, на нас. Ребята, в армии служили. Давайте на это время. Бутыл. Бутыл. Председателям все раз в Конгрессе будут дать. Это был фурис Зан, в Конгрессе. Друзья, председателям Бутылы. Общих вратах. Кто-нибудь что-нибудь говорит, пожалуйста. Огромцы! Пожалуйста, сюда. Ура! 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 Итак, друзья, мы с вами провели замечательное мероприятие. Забершая это мероприятие, сейчас предведем комитет. И слово, руководителю программы, вам такое свидетельствует Россия, Владимиру Владимировичу Васильевичу. Мы провели сегодня хорошую работу. Я думаю, что каждого человека, который здесь стоит передо мной, футболиста, которых мы чтим сегодня, они почувствуют, что душа их помнит, что мы всегда рядом с ними. Мы помним это и делать это будет каждый год. А сейчас все... Аплодисменты. Мы сегодня вручим памятное клуба руководителю по закону России Владимиру Владимировичу Васильевичу Васильевичу. Вот для того, чтобы такой красочный матч памяти сегодня прошло в стадионе Микимо. Спасибо. Уважаемые коллеги, среди нас есть футболист, руководитель футбольной команды нашей братской Кыргызстана. Это Аквархон Алиев, если он с нами. А сразу медаль можно получить? Да, конечно. Похлопаем, ребята. Самым легендарным личным сам предназначен. Я вместе с командой. Я вместе с командой. А, Юр, я вместе с командой. Давайте вам. Хорошо. Говорят, у нас есть наследник российского футбола или футбола Пахтагора, который играл под номером 10. У нас 4 разнижда. Уважаемые коллеги, с вашего позволения, есть предложение поделиться с памятным, значит, медалью, медалью, которой написано международный турнир, матч памяти, футбол Пахтагора 79. Тогда мы что-то начнем. Спасибо. Хорошая организация. Спасибо. С вами. Спасибо. Спасибо. К нам гости приехали из Кыргызстана, да? Они тоже хотят еще раз поздравить подарками, призами. Отвертые ноги, пожалуйста. Представители из Кыргызстана, из Культурно-исследов Узбеков, хотят поздравить нашего уважаемого, Иврадюха Хадыриевича Будайбергеева, чтобы честно на этом, чтобы поздравить от этого представителей Узбеков, город Узбеков, как это Аскар Ани и Ахмад Павлован, имени их представили, чтобы поздравлением. Узбеков, который имеет большое количество интернациональной российской И этот бокс, который представляет, это наш сингалий Мир Геннадь. У нас любовь, великого вам. Спасибо вам. Значит, вам надо принять сегодняшний подарок. Спасибо вам. Спасибо вам. У нас есть мужик, который украшивает разные вечера интернационального. У меня после того, как в Германии я в армии, у меня 20 лет было, я переехал в Ташкент. И стал играть на команду «Старт» в Ташкент. И после того, как я получил трамву, потом начал заниматься судейством. В течение трех лет уже судил первую лигу Советского Союза. В то же время я был директором школы «Старт». И много воспитанников у меня было. Один из самых ярких из них – это Пятницкий Андрей. Потом я переехал в Липецк. В 1994 году уже начал проводить бачи международных команд в Азии. А потом я переехал в Липецк. В Липецк мне удачно все получилось. Я федерацию футбола Липецкой области заглавнял. И потом в 10 лет я там в последнее время, три года, я уже был директором команды «Липецк». А с кем из погибших вы были знакомы? То есть Ан, Федоров? Почти совсем. Ну, тогда расскажите. Ну, допустим, самая колоритная фигура. Российский кореец Миша Ан, Федоров Владимир, дальше Николай Куликов. Дальше несколько узбекских игроков. Расскажите, пожалуйста, немножко о них. Ну, все ребята… Федоров же играл за сборную. Он же тоже, и Ан играл за сборную в свое время. Забановский очень любил его, Володю. Он вообще всегда приглашал, везде его мучил. Участвовал и хороший показывал уровень футбола. Ребята, которые… Так, в 73-м году приехал тренер Соловьев. И вот он привлек ребят молодых вот этих, да, Федоров там, Ан, Хадибанакис. Вот такие самые яркие футболисты. И команда стала расти. И просто ребята, ну, в футболе они были очень, так, профессиональные. Так скажем, вот, так скажу. Что-то сказать многое – это долгое время, да. Это можно сесть и говорить, и вспоминать. Поэтому… Нет, ну, уже с ним, конечно, их единоразово трагично оборвалось. Ну, я скажу, что… Почему мы проводим это? Потому что… Потому что… Люди уходят, которые уходят в другое… Но душа их все равно, она с нами рядом. И вот для того, чтобы они почувствовали… Наши ребята, которые погибли, да. Вот мы эти… Проводим эти… Поэтому… Такие… Память. Память Пахтакора 79. Пахтакeres. Пахтакама. Продолжение следует...